МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Здесь воспитывают настоящих мужчин. Военно-патриотический центр СКИФ стал лауреатом специальной премии президента Беларуси. Открытие нового года. Компания «Беларусьнефть» сообщила о трех новых залежах нефти. Под знаком Рождества. Марафон добра в честь одного из самых светлых дней. Праздничная неделя была наполнена поздравлениями, теплыми встречами и добрыми делами. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Беларусы создали свое независимое государство благодаря памяти об истоках и верности земле предков. Об этом президент заявил накануне во время вручения премии за духовное возрождение. Александр Лукашенко в выступительной речи поздравил всех лауреатов, пообещав и дальше поддерживать тех, для кого культурное наследие Беларуси – дело жизни. По итогам прошлого года вручено пять премий за духовное возрождение. Среди лауреатов – Белорусская ассоциация многодетных родителей и общественное объединение ветеранов. Также вручены 10 специальных премий деятелям культуры и искусства. Большая честь для коллектива Белтеля радиокомпании – специальная премия президента за реализацию творческих проектов и премия «Белорусский спортивный Олимп» телеканалу «Беларусь-5». Есть среди лауреатов и представители нашего региона. Специальную премию президента за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию культурных проектов и мероприятий получил военно-патриотический центр специальной подготовки до призывной молодежи «СКИФ». Более 20 лет он работает на базе реческого отдела департамента охраны МВД. В центре ребята проходят воздушно-десантную, альпинистскую, водолазную, тактико-специальную подготовку. Занимаются смешанными единоборствами, учатся оказывать первую доврачебную помощь. Мы очень гордимся. Приятно, что «СКИФ» заслужил такое внимание, отметил руководитель «СКИФа» Владимир Гобров. Будем развиваться и совершенствоваться дальше. Сохранение историко-культурного наследия, создание условий для дальнейшего развития ремесел, организация проведения культурных мероприятий, активизация сотрудничества с белорусами зарубежья. Депутаты Гомельского областного совета рассмотрели ход реализации государственной программы «Культура Беларуси». О том, что уже сделано в регионе и на что предстоит обратить особое внимание в этом году материал наших респондентов. Окончательные итоги прошлого года еще не подведены, однако уже сейчас можно утверждать. Практически все показатели, предусмотренные госпрограммой «Культура Беларуси», не только выполнены, но и перевыполнены. За исключением одного – количество посещений публичных библиотек. Причина известна – люди все чаще отдают предпочтение интернету и средствам массовой информации. В 2020-м в работу библиотек начнут вносить коррективы. Библиотеки будут работать над информатизацией, над переводом своего фонда в цифровой вариант, над привлечением, скажем так, и над разработкой новых систем работы с клиентом, над тем, чтобы быть ближе к клиенту уже непосредственно не человек идет к библиотеку, а библиотеку к человеку. То есть, в принципе, есть технологии, которые в мире сегодня развиваются. Программа «Культура Беларуси» – документ достаточно обширный. Здесь и реконструкция памятников архитектуры, внесенных в государственный список историко-культурных ценностей, и рост музейных фондов с одновременным увеличением количества посетителей. В Будокошелевском районе больших музеев с реалитетами нет, поэтому упор сделали на сбор экспонатов, которыми когда-то пользовались местные жители. Причем часто их приносили сами Будокошелевцы, что сделало местный музей особенно популярным. Всегда интересно посмотреть на историю своей малой родины. И благодаря нашим жителям наши фонды ежегодно пополняются. В 2019 году наши фонды пополнились на 246 единиц. И вот сегодня они составляют уже более трех тысяч. И, к слову, будет сказано, что также у нас была объявлена новогодняя акция на Реде Ёлку. И наше население откликнулись и стали приносить игрушки советского периода, елки советского периода. Кто-то приносил даже по одной игрушке открытки. И они нам все это оставляют в наш музей, то есть дарят в наши фонды. Еще одно направление, предусмотренное госпрограммой культуры Беларуси – рост количества коллективов, имеющих звание народной и образцовой. При том, что это не только повышение уровня мероприятий, проводимых клубными учреждениями. Самобытная культура всегда интересна туристам, а поэтому художественные коллективы могли бы сотрудничать с теми же агроусадьбами и санаториями. Такой опыт на Гомельщине есть, однако массовым его назвать пока нельзя. Кроме того, больше внимания нужно уделять работе с молодежью, привлекая ее самыми разными методами. От участия в проводимых мероприятиях до изготовления сценических костюмов в национальном стиле. Правда, совсем уже аутентичными они получаются не всегда, и дело тут не в отсутствии знаний или профессионализма. Процентов 70 точно соответствует, потому что в наше время хочется где-то чуть-чуть приукрасить, хочется больше яркости. В нашем регионе, конечно, была вышивка такая бедноватая. Может, у нас сейчас вдвойне больше, но это то, что нам характерно нашему региону. И еще одно направление. Хотя только показатель, как экспорт услуг для учреждений культуры не доводится, стремиться к участию в фестивалях и форумах за рубежом сегодня необходимо. В конце концов, это еще и пропаганда национальной культуры. Это один из элементов популяризации белорусской культуры за рубежом. То есть элементарный выезд на любое мероприятие, которое проходит за пределами Республики Беларусь, фестивали, в которых участвуют наши творческие коллективы, тоже экспо, которое будет проходить в 2020 году. Это те мероприятия, которые непосредственно госпрограммой предусматриваются для популяризации и работы с соотечественниками. Ну и, конечно же, работа с диаспорами. Потому что это немаловажный такой момент, связанный с продвижением, со связями, с продвижением интересов Республики Беларусь. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Уходящая неделя началась со светлого праздника Рождества. И каждый ее день был наполнен добрыми делами и теплыми встречами. Коротко о главных событиях из жизни региона далее в обзоре от службы информации. Праздники в честь Рождества Христова объединили маленьких и взрослых прихожан. Чарующая атмосфера царила в каждом православном храме. Люди поздравляли друг друга с Рождеством и желали здоровья, благополучия, терпения и душевного спокойствия. Устраивать рождественские спектакли – многолетняя традиция Спаса Преображенского храма. Несколько месяцев накануне Рождества выступление готовят участники молодежной группы «Фаворовцы». Захватывающие сюжеты, искусная игра актеров подарили огромное удовольствие всем гостям. А в общественно-культурном центре всех желающих ждали на большой юбилейный рождественский концерт. Он открыл ряд мероприятий, посвященных знаковым датам – 95-летию со дня образования и 30-летию со дня возрождения Гомельской епархии. Символично, что в начале 2020 года на сцену вышли именно 20 коллективов из разных уголков Гомельщины. Архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан поздравил и благословил женщин, у которых 6 и 7 января в областном роддоме появились на свет дети. В рождественский сочельник и светлый праздник здесь родились семь девочек и три мальчика. Впервые стали мамами или утвердились в этом статусе женщины из Гомеля, Чечерского, Жлобинского, Ветковского и Калинковического районов. С благотворительным визитом ладыка посетил и центральную городскую детскую поликлинику в Гомеле. Он встретился с руководством и персоналом заведения, а также маленькими пациентами, поздравил всех с праздником. К Рождеству Гомельская епархия подарила поликлинике специнвентарь для кабинета реабилитации и, конечно, сладкие подарки для детей. Детский дом семейного типа открыли в Мозоре. Уютный коттедж стал теплым очагом для пяти детей-сирот. Приемные родители – Галина Филиппова и Валерий Авдюнин. У них двое собственных взрослых детей, которые уже покинули семейное гнездо и обустраивают жизнь самостоятельно. Поэтому супруги решили поделиться теплом с детьми, которые были лишены родительской заботы. Теперь на воспитании мазырян пятеро детей – два мальчика и три девочки. Общая площадь двухэтажного дома – почти 190 квадратных метров. В Гомеле прошло расширенное заседание областного совета Республиканской общественной организации «Белая Русь» на повестке дня обсуждение итогов прошлого года и постановка целей на 2020. В 2019 году реализованы масштабные проекты по опразднованию важной юбилейной даты – 75-летие освобождения Беларуси. Получили продолжение благотворительной программы по оказанию помощи пожилым людям, детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным семьям и всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В конце года Гомельская областная организация «Белой Руси» принимала активное участие в кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания. 2020 год будет отмечен самой важной для страны политической кампанией – выборами президента Республики Беларусь. На предприятии Гомель обои продолжают тестировать новую очистную систему для линии производства виниловых обоев. Если претензий по-прежнему не будет, завод выйдет на проектную мощность на следующей неделе. Газоочистная плазмокаталитическая установка российского производства представляет собой комплекс с четырьмя уровнями – грубой очистки, электростатическим модулем, плазменной деструкцией и угольным фильтром тонкой очистки. Выхлопы, которые ранее выбрасывались в виде продуктов горения и попадали в атмосферу, теперь остаются на фильтрах. Пусконаладочные работы показали хороший результат. Запах и дым отсутствуют. Лаборатории дважды в день проводят соответствующие замеры. Превышение допустимых норм не обнаружено. Новый год открывает новые перспективы. Компания «Беларусьнефть» сообщила о трех новых залежах нефти в Беларуси. Речь идет о Гарцевском месторождении Припятского прогиба. Точнее, его южном блоке. Все подробности у Марины Джалой. Долгожданный результат, который оправдал все усилия надежды – приток нефти дебетом свыше 100 тонн в сутки. Он получен на Гарцевском месторождении на глубине 4073 метра. Сейчас на скважинах завершается цикл строительства, а в апреле объекты планируют ввести в эксплуатацию, выполнить оценку ресурсной базы и поставить скважины на баланс предприятия. На Гарцевском месторождении, благодаря открытию новых объектов, будет получен прирост запасов нефти примерно на 800 тысяч тонн. Для нашего региона – высокий показатель. За последние годы, 19-20 годы, у нас по геологическим работам, это рекордные годы за последние 25-30 лет. Мы вышли на максимальные полевые сейсмические работы по площади 3D в объеме не менее 380 квадратных километров. И что самое главное, мы в этом году выходим на максимальный метраж поисково-разведочного бурения, который составит 35 тысяч погонных метров. Для журналистов специалисты подготовили образцы нефти и керна. Порода добыта на глубине свыше 4 тысяч метров. В ней наглядно видна нефть в виде черных капель. Это своего рода губка, которая по своим характеристикам, ну, с точки зрения нефтяника, геолога, имеет очень хорошие характеристики. Гористость, проницаемость, которая позволяет именно осуществлять промышленный приток нефти. Это классический коллектор, который имеет хорошие очень характеристики. Для бурения скважины использовали новые технологии. Это связано в том числе со сложными условиями нефтедобычи на этой территории. Вы видите, погода, конечно, сейчас у нас очень неблагоприятная. Боровики работают в любую погоду, снег, мороз, холод. Открытие новых залежей именно на Макановичско-Великоборском участке, куда входит Гарцевское месторождение, очень перспективно для предприятия «Беларусьнефть». В течение этого и следующего года здесь планируют пробурить еще семь поисково-разведочных скважин. Задача на будущее – найти новые коллекторы, которые обеспечат промышленную добычу нефти. Всего в Беларуси 61 действующее месторождение нефти. Эксплуатируются 843 скважины. Марина Джала, Валерий Гопанько. Новости недели. Речицкий район. Дышите глубже. Ситуация в регионе по заболеваемости ОРВИ и гриппом более чем спокойная. Около 70% фактов или почти 6000 человек – дети. Традиционно самая уязвимая группа – малыши от нуля до четырех лет. А вот эпидемический подъем эксперты прогнозируют на конец января – начало февраля. Согласитесь, еще один хороший повод вспомнить о профилактике. Что кроме иммунизации способно максимально эффективно защитить детей от вирусов и простуд? Какие ошибки чаще всего совершают родители? Об этом наше воскресное интервью с главным педиатром области Татьяной Великановой. Татьяна Николаевна, мы собрали топ-5 наиболее часто задаваемых вопросов от родителей в тему здоровья детей. И в самом начале, что в состоянии ребенка повод обратиться к врачу-педиатру? Ну, в первую очередь, конечно же, помимо признаков очевидных заболеваний, таких как повышение температуры, рвота, сыпь, мы будем говорить о изменениях в состоянии ребенка, которые настораживают родителей. Конечно, если ребенок активный, веселый, жизнерадостный, вдруг становится сонным, вялым, бледным, конечно же, это повод обратиться к врачу. То есть, с одной стороны, вроде и родители часто говорят, да не хочется в поликлинику лишний раз везти, с другой стороны, и самолечение плохо? Безусловно. Как найти золотую середину? Ну, прежде всего, конечно, каждый родитель лучше всего знает своего ребенка. И тот уровень опасности, когда стоит, а когда не стоит, на совести, наверное, и в зоне ответственности каждого родителя, нужно быть внимательным к своему ребенку. И только родитель может определить ту черту, когда необходимо уже затревожиться, скажем так. Ведь дети болеют достаточно часто, и, как правило, простудные, например, заболевания, они протекают достаточно типично, с температурой, да, с определенными признаками респираторных заболеваний, да. И при этом ребенок может оставаться активным, жизнерадостным, да, он будет интересоваться окружающими его игрушками. Ну, в то же время, если вдруг ребенок ведет себя совершенно иначе, это, конечно же, повод насторожиться и лишний раз повторно обратиться к доктору. Вот, кстати, сезон простуд и вирусов. У каждого родителя всего один вопрос. Как защитить свое чадо? Ну, в первую очередь, конечно, это соблюдение личной гигиены. Надо понимать, что кроме тех космических способов, да, когда мы говорим о применении каких-то лекарственных средств, существуют традиционные способы, как уберечь ребенка от простуд. Это мытье рук при возвращении с прогулки, безусловно, да, при физиологических отправлениях после еды, до еды. Безусловно, это элементарные, скажем так, навыки. Это проветривание помещения, это ежедневные прогулки на свежем воздухе, это рациональное питание. Активный образ жизни. Активный образ жизни, безусловно. Это прогулки, это физическая активность. Ну и, конечно, избегать многолюдных мест в сезон простуд, это тоже немаловажно. Теперь про вакцинацию, но в более широком понятии. Сколько бы ни говорили эксперты о плюсах, по-прежнему, как мне кажется, есть те, кто яро против. Что говорить таким родителям? Ну, безусловно, вы правы. Мы, когда говорим об эффективности вакцинации, мы говорим не только о вакцинации против гриппа, хотя и это немаловажно в сезон простуд, опять-таки. А вакцинация от таких серьезных заболеваний, как полиомиелит, гепатит. На сегодняшний день ситуация управляема только благодаря вот такой масштабной вакцинации, запланированной. И, безусловно, это доказанный метод профилактики серьезных заболеваний. Я думаю, что каждый родитель, принимая решение за или против, он, безусловно, несет ответственность за те последствия, которые могут наступить. И ответ, это моя философия, наверное, не совсем сюда, ведь речь о безопасности жизни конкретно взятого ребенка. Да, безусловно. И зачастую родители ярые отказчики, они являются сами привитыми против большинства инфекций, потому как их родители в свое время принимали совершенно обратную позицию. И снова в тему вирусов. Какое количество больничных в сезон является нормой? Говоря про деток, часто родители шутят, что половину простудного периода детки ходят в сад, если повезет, половину, а вот вторую часть проводят лечить дома. Ну, если говорить о количестве заболеваний простудных у ребенка в год, то нельзя сказать здесь норма патологии. Все эти нормы, они достаточно усредненные. Для каждого ребенка все очень индивидуально. Если мы говорим о часто болеющих детях, то здесь критерии таковы, что до трех лет ребенок может переболеть шесть и более раз, и это будет считаться нормой. Ребенок четырех-пяти лет, он может болеть пять раз, и боли это уже часто. Ребенок старше шести лет, для него и четыре эпизода в год, это тоже много. И, конечно, нужно оценивать не только частоту респираторных инфекций у ребенка, но и длительность каждого случая, как тяжело протекает инфекция. Иногда достаточно двух и трех случаев, но те, которые протекают тяжело, с осложнениями, и здесь уже необходимо обратить внимание на ребенка. Я знаю, ваши коллеги призывают родителей относиться к этому достаточно спокойно. Довод следующий идет – закалка организма. Проби все просто, но как объяснить? Безусловно. Конечно, бить тревогу от того, что ребенок заболел за месяц второй раз, и сразу бежать к иммунологу или к доктору за направлением, за исследованием иммунного статуса не стоит. Особенно это касается категории детей, которые первого года посещения учреждений образования, дошкольных учреждений, я имею в виду, конечно же. В первую очередь почему? Потому что период адаптации ребенка, он, как правило, сопровождается частыми респираторными инфекциями. Это нормально совершенно. И в этот период, конечно же, происходит в том числе наращивание так называемого иммунологического багажа. Ребенок, сталкиваясь с этими инфекциями, формирует свой иммунитет. Спасибо большое. И в завершение еще один вопрос главному педиатру области. Какие наиболее распространенные ошибки, ошибки на грани жизни и смерти, и о них нужно говорить, чаще всего совершают наши родители? Да, к сожалению, такие случаи есть. И это случаи позднего обращения за медицинской помощью, тогда, когда родители надеются на так называемую авось. Авось пронесет, авось полегчает. И, наверное, каждому родителю для того, чтобы вовремя суметь помочь своему ребенку, нужно знать сигнальные признаки грозных осложнений при различных заболеваниях, владеть знанием номеров телефонов для обращения за медицинской помощью. Будь то травма, будь то какое-то острое отравление и так далее, они должны знать, куда они должны обратиться за помощью. И только потом пытаться, пока доберется до них эта помощь, оказывать эту помощь самим. Есть вопрос к специалисту? Да. Спасибо, Татьяна Николаевна, за этот полезный разговор. Успехов и здоровья всем детишкам Гомельской области. Спасибо. Праздники продолжаются. На очереди старый Новый год. По традиции он приходится на ночь с 13 на 14 января. Однако встречают его далеко не во всех странах мира. За праздничный стол сядут жители Беларуси, России, Украины, Казахстана, Сербии, Македонии, Швейцарии и Греции. В этом круговороте новогодних торжеств главное – верить в чудо и не забывать загадывать желания. Наш корреспондент Евгения Кухаронок решила испытать удачу и озвучила свою мечту живому символу 2020 года. Мы находимся в зимнем саду и хотим познакомить вас с одним семейством, которое с недавних пор стало, считай, самым популярным в нашем регионе. Поговаривают, эти крысы умеют исполнять желания. Необходимо прошептать им свою мечту, затем записать ее на листик, положить вот в эту коробку и сказать слова. Пусть идет за веком век, крыса там, где человек. Вот такую милую акцию организовали для гомельчан и гостей города сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля. В процессе загадывания желания будто в детство окунаешься с головой. Вновь появляется вера в чудо и улыбка на лице. Проверено лично. В рамках нового международного выставочного проекта «Украина с любовью» в картинной галерее говорила Ващенко открылась персональная выставка мастера Любови Коваленко из украинского города Днепр. Экспозиция состоит из работ, выполненных в разнообразных художественных стилях и техниках. Батик, точечная роспись, авторская кукла, живопись. Дело в том, что автор не ставит себе рамок в творчестве и как только осваивает одно направление в искусстве, берется за новое. На неделе в Гомбле свою новую книгу представила поэтесса, исполнительница авторских песен Галина Родионова. Это уже ее пятое литературное издание и называется «Ничто не случайно». Книга представляет собой сборник прозаических рассказов, в которых, по словам автора, раскрываются остросоциальные темы отношения общества к людям и между людьми. Галина Родионова начинала свою писательскую деятельность с поэзии. Сборники ее стихов признавались лучшими на международных литературных конкурсах. Однако позже автор поняла, что поэтические строки сковывают ее, а интересующие темы лучше раскрываются в прозе. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. Картинная галерея Гавриила Ващенко готовит сразу два выставочных проекта, один из них с живыми экспонатами. В Гомбеле представят удивительный мир пауков. Десятки хищников будут обитать в стеклянных террариумах прямо на территории одного из выставочных залов галереи. Увидеть их можно будет уже с 15 января. Второй проект, не менее завораживающий, представит белорусская авангардистка Валентина Ляхович. Выставку «Аберрации света» презентует также 15 числа. Мастер, работая с большими форматами, с пространствами, создает инсталляции с использованием света. Причем материалом для ее работ служит то, что многие из нас назовут мусором. А 17 января в Доме культуры железнодорожников выставку живописи представят два гомельских художника Александр Босинок и Андрей Регатко. Молодые люди откроют экспозицию под названием «Взгляд юности». Кроме живописи будут представлены также графические работы. Всего около 40 картин. И на этом все. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Павел Антонов. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова